Коля, привет! 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 Спасибо, что согласилась сегодня на интервью. Я хочу представить моим слушателям молодую деловку женщин из Германии, которая работает в степени кубового развития телетикства. Она является сертифицированным детским детиком с глубокими сна и нему психотерапии. Ее зовут только Куне. Также она состоит в обществе в Германии на месте с клиентами и активно работает в интернете и успешно. Оль, я хотела тебе задать вопрос. Как ты решила открыть такой бизнес? Как я решила открыть такой бизнес? Такий интересный вопрос. Решение, в общем-то, пришло внезапно, потому что я вышла на дорогу целительства совсем недавно и совершенно внезапно. Совершенно неожиданно самой для себя. То есть я была в путешествии в Израиле. Очень интересное было путешествие, очень интересный тур. И у меня было желание... У стены плача я попросила... Такое было необычное желание. Я попросила возможность работы со всем миром. Само того еще и не понимая, как это проявится на физике. И после этого тура совершенно начала изменяться моя жизнь, которая до этого была протекала в инженерном бюро. И потихоньку со строительством интернетной страницы, каких-то новых знаний, курсов стартапа, новых знаний по целительству, биоэнергии, я пришла к этому пути, пути целительства в итоге. Простите, например, вот ощущать, что надо еще иметь смелость какую-то, чтобы открыть именно такую песню. Ну, да, то есть ты права. Смелость какую-то нужно иметь. Уверенность в том, что ты стоишь на своем пути. Но когда у тебя есть чувство, что ты стоишь на своем пути, что ты делаешь свое дело и отдаешься ему полностью, то, в принципе, есть методики, которые позволяют все страхи убрать. В том числе я даю, в частности, сейчас я даю курс шаги к себе, на которых учу уже людей, как это делать, потому что все эти шаги сделала в свое время сама. Как это опять было, где-то спится. Ну, я даже не могу сказать, что это бизнес, это направление, что ли, жизни. Фактически, я шла к этому очень давно. Именно целительством я стала заниматься, ну, примерно полтора года назад. Это самое замечательное. Помогать людям и, так сказать, получать какую-то финансовую, я бы сказала так, поддержку от них. То есть, получать какую-то, я бы сказала так, что деньги являются таким своеобразным финансовым, энергетическим эквивалентом, эквивалентом энергии, обмена, да, каких-то обмена информации, в общем-то. А, ну, да, как ты открыла сайт Интернетия, это очень интересный сайт, и у тебя даже, думаю, очень много отзывов положительного, когда ты обращаешься к этому. А вот где ты брал, где ты пишешь, как ты знала, брать клиентов, откуда ты их пьешься? Ну, клиенты, клиенты, да, клиенты приходят отовсюду сами, через интернет, через какие-то мои рекламы, просто, так сказать, нормальная, как это сказать, пропаганда, да, от человека к человеку, то есть человек, который был у меня на консультации, как правило, советует меня другому человеку, получая свои какие-то результаты. Может быть, это не так быстро происходит, но это происходит, я это нурал. Другой момент, я постоянно учусь, я постоянно, как это сказать, развиваюсь, схожу на какие-то курсы, посещаю какую-то, собираю какую-то информацию в интернете. В данном случае я нахожусь на курсах сбора подписчиков, которые довольно-таки интересны и очень хороши. И есть уже небольшие результаты. То есть я учусь инфобизнесу, в свою очередь, нельзя сказать, что целитель должен заниматься только целительством. Это настолько обширная область, которая, естественно, включает в себя и маркетинг, и какую-то инфобизнеса, структуру. И, в общем-то, те знания, которые я получила в свое время от школы стартап, они дали очень хорошую базу для строительства страницы и для презентации себя в интернете. Это стоит, что вы знали. И, в принципе, пишите, что для немцев, чтобы не было успешно, надо всегда охотиться, но я на разведку. Совершенно правильно. То есть без саморазвития. Я поняла следующую вещь, занимаясь в школе Сергея биоэнергетикой. Я вынесла следующую вещь. Нужно уметь оставлять старую информацию и принимать новую информацию. Это две вещи, которые двигают любое дело, любой бизнес, любую идею. Это очень отлично, да? Но еще один из результатов бизнеса это материальный факт, денежный данный. А вот когда ты впервые заработал такую большую сумму денег, когда ты это все делаешь? Что ты применил такие фишки в интернете? Или это прошла работа как плохо для получения вот этой большой суммы? Вот как там тебя достигнуло? Ну, я думаю, что получение большой суммы, оно будет еще как бы в будущем. То есть, не останавливаясь, но достигнуто. Вот, и я бы не хотела говорить, что очень много достигнуто. То есть, чем больше ты продвигаешься, тем больше открываешь для себя того, что еще надо достигнуть и новых целей. Я скажу, что это, конечно, приятный момент. Вот, и это тот момент, который показывает, что те знания, которые ты распространяешь, они достаточно нужны и важны и помогают изменять не только мою собственную жизнь, но и давая знания другим, я даю возможность понимания и развития, так сказать, их собственных дел, их собственных вещей и, может быть, каких-то частей своей жизни, улучшения, что ли, и много информации находится на моей странице www.lightline.com Пожалуйста, приходите и получайте эту информацию, заказывайте консультации, приходите, посещайте курсы. Что для тебя было легко и что было так у нас сложно? Какие моменты технические или именно какие-то психологические моменты или еще какие-то? Что легко, что сложно? Что легко, что сложно. Ну, легко, начнется легко. Легко для меня всегда было общаться с людьми. И легко, скажем так, с помощью осознания, как работают медитации на практике, входить в какие-то энергии и получать информацию для построения страницы, для построения еще каких-то вещей. тяжело, наверное, было просто начать. Вот просто элементарно сказать, я сейчас начинаю, и вот сейчас у меня консультация, и первый консультированный человек. Вот этот момент был тяжело, то есть достаточно нужно было действительно, скажем так, уничтожить какие-то свои страхи, поскольку всегда, когда ты не делал то, что ты делал до этого, что являлось твоим такой обычной деятельностью, когда ты начинаешь делать что-то новое, появляется всегда страх. Но появляется он только тогда, когда, в общем-то, тебе и нужно это делать. И, так сказать, перевосмогая, что ли, уничтожая этот страх по медитационными методами, которые я сейчас сама преподаю, продвигаешься довольно-таки дальше и глубже. Что еще, что было сложного, да, был вопрос. Сложно, когда человек тебе приходит на консультацию, и ты, выдавая ему полностью информацию, ощущаешь и осознаешь, что человек, получив эту информацию, не совсем пойдет ее применять в жизни. И вот этот вот момент, это, конечно, очень сложно. Пожалуй, это самый сложный момент. Вот, как-то человека подтолкнуть к решению, но так, чтобы решение сделал сам человек. Понятно. Оля, а вот, что вы так сказали, что молодцына дает, чем бизнесмэк, который выходит на этот продукт в туго-тугое? Да, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что, если у вас есть свое дело, и вы готовы отдавать ему 24 часа в сутки, и если вы горите этим делом, то просто возьмите вот так вот две свои руки, две свои ноги, и идите и делать это дело. И не важно, что вы знаете, а что вы не знаете, информация придет, и уверенность в себе придет, и придет все, что вам нужно для создания этого тела. И если вы действительно стоите на своей дороге, и это именно ваше, вы почувствуете это сразу, и, как бы сказать, вас поведут сверху, и вам дадут возможность это осуществить. Вот как-то так. Спасибо большое. Спасибо. Очень интересные подвески, как и конкретные, но и полезные. Поэтому спасибо тебе большое. Я надеюсь, еще будет не одна встреча. Спасибо тебе огромное. И, как бы, ваше все было слушаем. Посидеть, стать, и в курсе Ольги Белых. Спасибо. Пока. Спасибо тебе. Пока. Всего доброго. Пока.